Перед нами интерактивно-анатомический атлас пирогов и мы сейчас посмотрим строение среднего мозга на мрт срезах вот тут в правой части написано мрт и мы видим голова и головной мозг в трех взаимно перпендикулярных проекциях и сначала возьмем сагитальную проекцию вот мы ее открыли сейчас видим что вот этот бегунок строго посередине располагается это строго сагитальное сечение давайте я немножко увеличу в размерах чтобы мы опознали основные структуры и вот мы узнаем что это мост ниже продолговатый мозг и тогда выше вот это то что мы сегодня несколько раз говорили тегментум это еще не ножка мозга да но поскольку мы строго в сагитальном сечении то это тегментум узнаем что вот эта полость четвертого желудочка соответственно тут будет верхний мозговой парус нижний мозговой парус сам мозжечок ну и на следующем занятии нам потребуется талямус свод и мозолистое тело теперь давайте немножко поперемещаемся уходя из строго сагитального сечения в смещение боковую сторону и смотрите ствол мозга исчез мы уж не проверяем зато мы видим что в мозжечок входит какая-то массивная структура несущая туда волокна что это средняя ножка вот она какая массивная крупная уходим еще латеральные тут уже глаз видим но не видим структур связанных с мозгом и в левую сторону смещаемся аналогичным образом тоже видим как постепенно переходит сагитальное сечение в такие пар сагитальный уровень очень удобно теперь давайте взглянем сечение я эту закрываю горизонтально это называется в радиологической терминологии аксиальная проекция опять-таки видим что бегунок строго посередине и мы теперь его смещаем в оба направления сейчас как бы поднимаясь к макушке да вот видите постепенно исчезает а теперь наоборот смещаем более глубоко нас интересует средний мозг у нас тема средний мозг поэтому давайте найдем его теперь я покрупнее сделаю чтобы нам все было виднее хорошо и вот мы узнаем что это таляму зрительной бугры это что за щель такая черная это третий желудочек полость третьего желудочка водопровод будет с ним связан да но чуть ниже мы его увидим давайте еще немножко сместим и вот смотрите я бы хотел сопоставить это сечение с препаратом который у нас есть я переключаюсь на камеру я надеюсь Вот он перевернутый колокольчик, вот этот акведуктус теребри. Чуть-чуть мы сместились и видим, что он достаточно узкий и дальше будет соединяться с третьим желудочком, но на этом сечении вот он полностью замкнутый и по бокам вот это расходящееся в разную сторону ножки мозга. Мы его здесь перемещаясь таким образом можем на разных уровнях разрезать. Хочу, чтобы еще разок мы опознали холмики, что это лямина квадригемина, которую мы сейчас рассекаем вот так вот поперек. А теперь сместились еще вентральнее, да, и вот это уже мост, и вы видите четвертый желудочек, да. То есть водопровод соединяет четвертый и третий желудочек, да. То есть вот мы сместились так, что теперь пришли в ту полость, которая соответствует четвертому желудочку, да. А здесь сам мост. Видите, вот эти возможности увидеть все тонкие детали, конечно, просто восхищают, да. Сегодня можно увидеть на МРТ изображении гораздо более тонкие структуры, чем глаз различает на нативном препарате, да. Потому что мы увеличим его много раз, и можно добиваться лучшего выделения разных особенностей изображения регуляторными, компьютерными способами. Это чрезвычайно широкие возможности. Спасибо.